На 2 триллиона тенге пополнилась бы госказна, если ставку НДС повысили бы с 12 до 16%. По словам экспертов, в стране дефицит республиканского бюджета наблюдается последние 10 лет. Но ставку НДС решили оставить на прежнем уровне, после чего встал вопрос, где взять деньги. А вот на этот вопрос ответит наша коллега, ведущая рубрики «Первая цифра» Гульдана Кален. Гульдана, доброе утро. Насколько нам известно, ты связалась с экономистами и бизнес-сообществом. Что говорят эксперты? Да, большая часть экспертов считает решение верным и что повышение НДС изначально было плохой идеей. Однако правительство рано или поздно все же увеличить налоги, считают некоторые финансисты. Когда ожидать повышения и каким способом в Кабмине будут покрывать дефицит бюджета? Мнение экспертов в следующем обзоре. Разговоры о повышении ставки НДС в стране ввели весь прошлый год. Тогда Министерство нации и экономики выступало за ее постепенное повышение. По расчетам ведомства, дополнительные поступления в бюджет составили бы почти 2,5 трлн тенге. Начать поэтапное увеличение планировали уже в 2024. Уже тогда многие экономисты и предприниматели были против. Высказывались и депутаты. К примеру, Берик Бесингалиев в своем депутатском запросе отметил, что повышение повлечет за собой рост цен на топливо. Повышение ставки НДС, во-первых, повлечет повышение цен на газ для населения, промышленных предприятий, бюджетных организаций, увеличение стоимости ГСМ и так далее. И станет причиной для увеличения стоимости других товаров, работы и услуг. Таким образом, приведет к дополнительной нагрузке на конечных потребителей, то есть покупателей готовой продукции, простых физических лиц, граждан нашей страны. Одним словом, все это спровоцирует инфляцию. Кроме того, увеличится число недобросовестных налогоплательщиков и говорят об этом сами предприниматели. Отмечен налог на добавленную стоимость оплачивают те предприятия, чей годовой оборот превышает 20 тысяч МРП. По этой причине большинство бизнесменов стараются не превышать этот порог. Если годовой оборот превышает 60 миллионов, то мы вынуждены переходить на НДС 12%, что для нас невыгодно. Мы и так 3% еле оплачиваем. Это же нам мешает работать в чистую уже. Это же, честно признаться, чтобы не перейти на полноценный налог 12%, нам приходится использовать где-то серые схемы, чтобы не превысить порог 60 миллионов. По мнению экспертов, на представители бизнеса помимо налоговой нагрузки давят и другие факторы. К примеру, с этого года работодатели обязали перечислять в ЕНП в дополнительные взносы за каждого сотрудника, рожденного после 1 января 1975 года. Сумму хоть и планируют вычитать из зарплаты работника, но вряд ли последние согласятся на снижение ежемесячного дохода. Поэтому, скорее всего, работодатели будут вынуждены повысить зарплату своим сотрудникам, говорят эксперты. Кроме того, по их словам, в стране сократили льготные программы для бизнеса, зато дополнительных взносов и отчислений стало больше. И поэтому сохранение ставки НДС на прежнем уровне – верное решение. В среднем предприятие оплачивает от 500 миллионов до миллиарда аграрных хозяйств, а в среднем столько оплачивает. Отдельные члены Зерного союза оплачивают до 6 миллиардов в год. Так вот, если бы ставка увеличилась с 12 до 16 процентов годовых, налоговая нагрузка на предприятие увеличилась бы на треть. И от 500 миллионов на 170 миллионов примерно увеличились бы эти платежи. Если предприятие платит 500 миллионов, стало бы платить 670 миллионов. Но цифра существенная в текущее время. И текущая рыночная ситуация не располагает вообще к этому. Учитывая, что повышение ставки НДС негативно повлияет на развитие малого и среднего бизнеса, премьер-министр Роужа Азбектианов поручил правительству найти другие источники доходов в бюджет. В Кабмине пока что молчат. Экономист Айдархан Кусаинов предполагает, что скорее всего начнут оптимизировать государственные расходы. Но как таковой ясности нет, говорит эксперт. Где возьмет деньги правительство для того, чтобы латать дыры в бюджете и сокращать трансфер из нацфонда? У меня нет идей. Сказать, что мы не будем повышать НДС, это легко и всем становится приятно. И никто не ответил на вопрос, а что будет с бюджетом? По словам налогового консультанта Фазира Ахмана Миянова, с 2020 по 2023 годы затраты государства увеличились на 10 триллионов тенге. В их числе возможности есть и нецелесообразные расходы. Нужно сокращать их, за счет чего и пополнится республиканский бюджет. А прежде чем повышать ставку НДС, необходимо пересмотреть всю налоговую систему Казахстана, добавил эксперт. Информационные системы, которые существуют в комитете госдоходов, нами также была проведена аналитика. И мы выяснили по заключениям высшей аудиторской палаты, было установлено, что информационные системы комитета госдоходов не соответствуют информационной безопасности. По этим вопросам мы направляли в правоохранительные органы о том, чтобы приняли меры для того, чтобы информационные системы проверили. Все же в будущем повышение налогов не избежать, говорят эксперты. По некоторым прогнозам случится это не раньше 2026-2027 годов. В свою очередь, по данным Министерства нациоэкономики, сейчас ставка НДС в стране одна из самых низких в мире. 12% это значительно меньше, чем, к примеру, в России, Беларуси, Армении, где этот показатель равен 20%. Ну что ж, коллеги, такой у меня был обзор на сегодня. Будут повышать ставку НДС или нет, я думаю, мы узнаем в ближайшие годы. Передаю вам слово. Спасибо, Гульдан. Ждем новостей. Гульдан.